Кубань 24 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 в этом отношении, и тем не менее нужно соблюдать, то есть это меньше, опять-таки, туристов. Туристов будет однозначно меньше, и любой профессионал турбизнеса понимает, что данный сезон не нацелен на получение сверхприбыли, скорее он нацелен на то, чтобы хорошо качественно отработать и покрыть хотя бы те затраты, которые были, и очень многие объекты размещения работают у нас круглогодично, и соответственно, те, которые не работают круглогодично, нужно содержать в любом случае эти здания и сооружения, поэтому здесь не стоит цель получения какой-то глобальной сверхприбыли, а все-таки скорее покрытие затрат. Вы сказали, что не все все-таки на сегодняшний день открылись, те, кто не открылись, получается, постепенно готовятся для того, чтобы выполнить требования Ростехнадзора, потому что все абсолютно прекрасно понимают, что будут какие-то даже определенные проверки проводиться, и для того, чтобы все-таки следовать этому, нужно выполнять эти требования. Диана, когда у нас в Краснодарском крае ожидается пиковая нагрузка по курортному сезону? У нас она всегда август-сентябрь, август это те люди, которые с детками, которые должны 1 сентября пойти в школу или в детский сад, а сентябрь это любимый бархатный сезон, мы надеемся, что в этом году сезон будет чуть-чуть продлен, и если погода будет позволять, то октябрь месяц тоже будет 100% максимально возможный, не 100%, а максимально возможный. Ну вот за счет этого продления вообще есть у нас шансы, ну как-то, скажем, наверстать у курортной отрасли вот то время, которое было упущено, ну чтобы хотя бы немного приблизиться к показателям прошлого года? Я уверена, что да, более того, если сейчас объекты размещения максимально ответственно отнесутся к выполнению требований, максимально постараются улучшить уровень сервиса, это совершенно прекрасная возможность показать, насколько мы выросли в плане гостеприимства. Мы с вами поговорили о том, что все-таки чаще всего наши туристы выбирают пляжный отдых, и сейчас по морю все соскучились, но много ли таких, которые вот действительно засиделись в четырех стенах и хотят, ну не знаю, посмотреть красивые виды, быть может это эко-туризм, эно-туризм, в горы хотят поехать? Даже те люди, которые едут на море, соответственно, берут какие-то экскурсионные небольшие туры на день или на два, чтобы попасть куда-то в горы. Что касается экологического туризма, сейчас спрос растет, и есть, уже открываются объекты размещения, которые прям делают на этом достаточно серьезный упор, это какие-то либо отдельные виллы, либо даже там целые комплексы. Все равно все абсолютно виды туризма будут сейчас пользоваться спросом. Ну, во-первых, места не всем хватит на море, поэтому кому не хватит места, в объектах размещения прямо на первой полосе, однозначно будут рассматривать любые другие варианты отдыха. Вот что касается тех, кто сейчас, ну, быть может, звонят и как-то узнают, да, есть ли места или нет в том или ином объекте размещения, понимают, что, ну, нет, туда, куда хотели, не попадут. Есть ли такая вероятность, что человек просто сядет на машину, поедет и все-таки места найдет, не обязательно заранее бронировав? Конечно, у нас же очень большое количество объектов размещения. И если человек сядет на машину, поедет и в несколько мест обратится, не все ательеры выкладывают куда-то в сети бронирования, в Бухинг или на Островок. Не все ательеры работают с туристскими агентствами или туристскими операторами. Опять же, всегда существует вероятность, что человек не приехал, забронировал и не приехал. Всем людям что-то может произойти. Поэтому найти местечко, возможно, будет сложно в пиковый сезон, но возможно, да. Что касается отдыха за рубежом, вот вы сказали, многие все-таки побаиваются даже, ну, внутри страны, да, путешествовать и отдыхать. Есть ли такие, которые уже узнают, когда будут открыты границы и хотят все-таки рискнуть и поехать отдыхать? И такие тоже есть, но, насколько я знаю, на данный момент туроператоры не планируют каких-то глобальных чартерных программ, по крайней мере, из Краснодара и Краснодарского края. Что касается вопроса именно открытия границ, массового какого-то туристского потока, об этом вообще история умалчивает, потому что визовые центры постепенно начинают открываться, но они работают сейчас только на выдачу зависших паспортов, на выдачу тех документов. На прием документов не работает пока ни один визовый центр. Мы думаем, что как только начнут принимать документы, в первую очередь это будут визы ученические, визы, связанные с приглашением из медицинских учреждений, какие-то гостевые к родственникам и так далее. Пока мы не понимаем, когда же все-таки начнут принимать документы на туристические визы. Диан, что касается такой услуги, как раннее бронирование в этом году, как с ней дела обстоят, вот я знаю, что у многих настроения такие, что ну вот я сейчас деньги отдам, забронирую, там за три месяца условно говоря, да, ну там на бархатный тоже сезон, но вдруг опять вторая волна коронавируса, деньги мне не вернут, вот вы... Она вообще не актуальна в этом году, раннее бронирование обычно это бронирование декабрь, январь, февраль, может быть там когда-то до конца марта, сейчас все-таки, наверное, last minute будет вот такое вот бронирование максимально актуально, когда человек там сегодня подумал, собрался, позвонил ему в ближайшие там 2-3 дня или неделю, да, поехал и отдохнул. Потому что очень многие, правда, боятся второй волны, поговаривают об этом и сильно заранее никто не бронирует. Ну что ж, ну а мы с вами будем надеяться, что второй волны все-таки не будет и наш Краснодарский край сможет принять всех желающих отдохнуть у нас в таком замечательном месте нашей страны. Конечно, тем более у нас такое прекрасное солнышко, что по идее не должен ковид выжить вообще в условиях наших температур. Диана, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня за приятную беседу. Диана Джабарова была в студии темы дня. Спасибо вам большое, что были с нами. Увидимся завтра. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok